взяла абонемент справку следующий раз принесу потому что справка на 6 месяцев действует пошла переодеваться я все друзья переодела в купальник пошла динаж поплавает давайте пока ой друзья с бассейна вышла кайф кайфовый ой друзья мои и поплавала в кайф и под душем постояла помылась потому что дома газовое топли не же включая включаешь горячую воду пока это горячая вода газ нагреет до определенной температуры там насколько выставила нагреет потом раз горячего до прекращается холодной вот это вот так вот вальсируешь между горячей холодной водой а здесь как в американский фильм показывает встанут же под горячий душ пар идет просто под горячим душем стояла баня то в бане а под душем душем от дома видите перепадает он не сильно горячий то что на лето я ставила 45 теперь а то такую и так и так и одной рукой и второй рукой вот друзья вам не передать кайф кайфовый настолько в кайф пока 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 подсказала поплавала ну чё поехали домой по дороге надо заехать хлеба взять оп 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 сейчас я отключусь на время потому что там перекопано же как на трассу выйду включусь хорошо давайте ой собачка вроде бы там проезд открытый все смылось вроде проезд открытый но улица чувствуете да вроде копали перегораживали где открыли проезд хорошо а то по соседней улице проезжала там мама дорогая была не дорога здесь как как фронтовая дорога блин за бомбежки ну хоть асфальт хоть местами но лежит асфальт сейчас еду а то там вообще невозможно с бассейна вышла так кушать хочу уже время сколько час 18 минут второго вчерашний скумбрия осталось покушаем я вчера печень нарезала легкая нарезала мясо нарезала сейчас папа себе до картошки нарежу на трассу уже надо поясок ремень безопасности накинуть дедок ходит мыло с ней просит на здоровье спасибо вроде не алкаш поясок ремень безопасности ремень безопасности вот О, на цивилинную дорогу выехали. Ой, друзья, прямо я вам передать не могу. Какой кайф. Все-таки бассейн 25 метров это много значит. Или 4,5 метра, или... Что, светофор не работает, не работает. Моргает. Или 4,5 метра бассейн, или 25 метров, разница есть. И моя 81 сантиметр высотой, глубит высота бассейна. Или здесь вот так вот. К краю когда подходишь, на цепочку становишься, и вот так вот воды. Ой, друзья. Прямо такой заряд бодрости получила, прямо... Прямо не говорите. Давно, когда вот я начала в бассейн ходить, мне кто-то из девчонок писал, что... Ой, а у меня рядом бассейн, лень ходить. Ой, друзья. Я вот езжу, получается, час туда, час обратно. И то... И здесь час, три часа на бассейн уходят. И то кайф ловлю. А если бы возле дома был бы, я бы через день ходила, ну, получалось бы, там, в месячный абонемент 10 посещений, но через день, наверное, три абонемента на два месяца хватило бы. Потому что кайф кайфовый. Летом выходишь, правда, по весне выходишь, волос мокрый, довольно тепло, не вытираешь, пока ты еще обсухнешь. А сейчас все-таки феном просушилась. Потому что мало ли. Возраст, другие, подвозраст. Простынь, что там девки молодые тоже сушились, сидели. Сейчас уже волос ушила, пришла женщина с девочкой. Ну, девочка такая уже, класс, наверное, седьмой, восьмой. Не знаю, или и ДЦП у нее, видимо, есть. И такой рот полуоткрытый. Она там, девушка со мной рядом, русская, сидела, волосы распустила, сушила. Она вот так и так. Мама ее загораживает, чтобы она так откровенно не смотрела. Я вот сколько смотрела, как раз, когда мы с женщинами разговаривали, я говорю, прошлый год прямо. И пацанья там маленькие были. Там с ДЦП прямо на цыпочках ходили. Прямо больные сильно. И взрослые вот эту девочку тоже видела. Только про это поговорили, про таких детей. И вот девочку привели. Ой, бедные родители. И в такой момент думаешь, слава богу, что у меня дети и внуки, внучка здоровые родились, здоровые выросли. Это же крест на всю жизнь, а? Ребенок. Это маленькие, потом когда школьный возраст, это специальные интернаты, наверное. Кто может ходить, кто не может ходить, наверное, это домашнее обучение, если обучению поддаются. Я не знаю, в советское время как-то я не замечала, чтобы много таких больных было детей. А сейчас прям сплошь и рядом даже смотришь ютуб, новости. Даже вот знаменитых актеров, кто поздно родили. Синдром Дауна, там, ДЦП, там, еще какие-то отклонения. А то знаменитость, сколько я смотрела, дети не совсем здоровые. Дай бог терпения таким родителям, дай бог здоровья таким детям, чтобы они вот как-то облегчить их, чтобы судьба облегчилась. Ой, друзья мои, прям не передать вам, такой кайф. А я взяла какой-то шампунь новый дома, Палмалиф был. Не посмотрела, какой запах. Стала голову намыливать, такой запах приятный. Прочитала. Палмалиф миндальная миндаль. Потом вышли, вот эта русская девушка, прошла меня, рядом поселила, шкафчики были. Смотрю, запах хороший, я говорю, какой запах у вас хороший, духи или шампунь, она говорит, не знаю. Я ей волос подошла, понюхала, ничем не пахнет. Она говорит, ну, может, это вчера, позавчера там духи были, но я, говорит, помыла сейчас. Вот. А потом стала феном обдуваться, смотрю, это, мои руки пахнут этим миндально, прям шампунь офигенный. Я тогда покупала как-то в магазине, оно по акции было, я купила, по-моему, одну или две такие бутылочки. Одну миндаль, одну еще какую-то покупала. И она у меня в ванной стояла, раз что-то взяла. И этот. Чистая линия обычно мою голову, а это, смотрю, полмолив взял, взяла гель. Прям запах офигенный. Сам миндаль, орехи, как-то я не любитель. А шампунь прям там от ушки всякие делают, парфюмированные. Прямо кайф. Сейчас сижу в машине, прям запах от шампуня хороший. Хотя смыла хорошо. Надо в следующий раз взять этот маску, крем-маску. Ну, сегодня я уже говорю, что все лето не ходила. И раньше пакет большой брала, сейчас один пакет там полотенца с мочалкой. Другой там шампунь, крема. Кремами забыла помазаться. Единственное, на пятку помазала. Стоп. Пятка-стоп или пятка-шпор. Стоп-шпор, что ли. Намазала пятки обе. А лицо стягиваю, сейчас дома приеду. Лицо помажу. Лосьон для тела есть там. Ну, что-то сегодня как-то не так. Не помазалась. Ну, потому что время посмотрела, время поджимает уже второй час. Маму кормить нужно. Да маму, да я сама еще кушать хочу. Сейчас единственное, заеду хлеба возьму свежего. Наверное, там рядом в магазин еще зайду, возьму. куриные бедрышки. Бедрышки или голени, или может окорочка возьму. Дома разделаю. Окорочка, наверное, возьму. Они там, социальный магазин. Окорочка по 999. Да, наверное, возьму. Окорочка дома сама. Расчленю. Вот недавно вроде плов делала. Ох, голод, голод что делает. Да, сижу, уже про еду говорю. Думаю, плов делать. Я же забыла, сейчас только вам сказала, что на полдак. Ну, жаркое по-на-русски. Полдак по-казахски. Порезал, приготовил, да. Сейчас, наверное, не доеду, я в магазин зайду себе, возьму хотя бы круассанчик. Уже без вас буду кушать, а то опять тут напишет, опять сидит, ест за рулем. На улице солнышко, тепло. Прямо кайф. Правда, пришла, несколько посмотрели по компьютеру, я говорю, продлить абонемент. Она говорит, а о, справка просрочена, 23-м годом. Я в прошлом году в ноябре поначала ходить. У нас, говорит, справки действуют на полгода. Я говорю, ладно, я в следующий раз привезу, можно? Она говорит, можно. Потому что я постоянно ходила, что-то. А я в мамин документ взяла, думаю, сегодня поверь, покажу, что я не болела, я сама ухаживаю. Она говорит, я все понимаю, но справка нужна, говорю, хорошо. Сегодня уже не пойду. Завтра утром пешочком схожу. Блядь, завтра понедельник. Завтра медицинский центр не работает. В понедельник схожу. Завтра там мамины капли сюда не привезли. Сказали, а там под вопросом стоит. Куплю капли. И справку возьму. И поеду сюда в понедельник теперь, наверное. Так, друзья, подъехала к магазину. Пойдем за хлебом. Потом, если что, включусь. Ой, сижу, никакая прямо. Зашла в магазин, купила белого хлеба, черного хлеба купила. Потом кекс, да? Помните, в советское время такой кирпичиком кекс был? Блин, зарекалась не брать, потому что, ну, не такой в советское время. Или вкус детства другой был. Казалось, что вкуснее ничего нету. Но взяла такой кекс. Голодный, никогда нельзя в магазин идти за продуктами. Или с определенной суммой нужно налом идти. А здесь деньги на телефоне. Чик-чик-чик, понабрал. Короче, хлеба взяла белого, черного. Кекс взяла. Взяла маме еще карамель вот эту лимонную. Она каждый раз с чаем по одной конфетке съедает. Потом взяла баночку, кусочком нарезанную селедку. Потом, не знаю, на мне там окорочков не было, бедрышки. Голени не было. Крылочки только были заморожены и охлажденные голень. Голени взяла, по-моему, килограмма два. Пачку молока взяла, Петропавловского. И все, по-моему. Да, по-моему, все. Хотела пирог взять, но что-то... Я уже в этом магазине пироги все попробовала. Там в основном варенье. Для веса прям много варенья. Тесто песочное, прямо слоем... Или смородина прямо толстый слой режешь, оно растекается варенье. Не джем, варенье. И вес. А там тесто мало, а сплошно это начинка. Поэтому не стала пирожное брать. У меня, вообще-то, друзья, морозилки лежат с весны, по-моему. Две упаковки самса с курицей и с мясом дочь мне передавала. Я летом, видите, жарко было, не пекла. Еще старая, когда духовка была. Потом новую подключила. А летом же, начале лета, по-моему, да, купила я? У вас спрашиваю, когда я купила. Вот. И как установила, я еще в духовке ни разу не пекла. Ну, в принципе, завтра можно испечь. Опробовать духовку. Вот. Вчера с соседкой разговаривали, к ней пошла, разговаривали. А у нее сын с работы военный. С работы пришел, говорит, здравствуйте, нашего привет. Он туда-сюда, потом выходит, на веранде сидели. Он говорит, мама, что, кушать ничего нету? С капельницы пришел. Она говорит, а что, твоя жена не приготовила? Она говорит, нет, ничего. Вот. Ну, там только чай, сыр, масло такое. И мне говорит, извините, а что те, перепелки есть у вас? Я говорю, я зарезала всех, перерезала. Убрала, говорю. Блин. Я говорю, что, перепелку хочешь? Он говорит, да я никогда не ел, говорит. Мама просто говорила, что перепелок держите. А я вот, друзья, я говорю же, не умею врать. Ой, извиняюсь. Если у меня нет, если скажу нет, у меня такое ощущение, что, знаете, люди насквозь меня видят, скажут, вот, врет. И деньги, поэтому, деньги всем занимаю. И в футболки ходила, видите, на улице ветер. Ветерок. А у, простыло. На машине тепло. Я даже вон вентилятор включила. И неудобно было. Ну, он первый раз так, ну, у него сын такой, молодец. На машине проезжает, всегда поздоровается. Трое сыновей у него. Я говорю, ладно, сейчас мама пошли, пусть мама со мной пойдет, говорю. Он говорит, а почем они стоят? Я говорю, ну, килограмм по 3,500. А подруга говорит, потом скинешь на карточку ей. Она у меня дома первый раз была. Ну, у меня собаки постоянно, чтобы закрывать. Вот. И собаки закрыты были. Я говорю, заходи домой. Она зашла, мама не видела никогда. Поздоровались. Поздоровалась. Я с морозильника вытащила. У нее там, получается, 4 пакета. 4 или 5 пакетов по 4 штучки. И вот 2 пакета на своих весах взесел. Где-то кило, кило с чем-то там было. А у нее дома, она в магазине раньше работала. У нее такие, как в магазинах электронные весы есть. Я говорю, на, дома взвесишь. Она спросила, по 3,500? Я говорю, да. А то 3 дня назад было. Так, деньги не скинула. А я вот не умею, друзья, но говорить. Я ей все лето вот перепелиные яйца таскала. Когда предложил купить по 25, она сказала, не надо. Не будем брать. А так я, когда болела, носила, что 15-20. Потом в последний раз тоже перед этим отнесла. У нее аллергия была. Я говорю, ну, слышала, от аллергии полезно. Я одно время, помните, говорила кому-то, что от аллергии, когда вот перепелки только начали нестись, я там раза 2-3, по-моему, по 5-6 яиц взбалтывала без соли. Разобью и выпивала. Писали в интернет, что от аллергии помогать. Ну, это, друзья, ну, там полезно, конечно. Но чтобы аллергию снять, ну, это на постоянное условие, сами же знаете. Тут яйца несут, там приходишь завтрак, потом обед, потом во дворе работать, потом бассейн. Летом жара, ничего неохота. И утром забываешь там. Там несутся, я там складывал, там подваль прохладно. Но яйца теплые, а теплый пить как-то, знаете, неприятно. И, короче, раза 3-4, по-моему, попила, и все. И вот я и относила. Ну, ой, спасибо, спасибо. А за перепелок там она на своих взвесила и скинула мне фотографию. Там кило, килограмм, ну, 70, что ли, грамм. 3-500, там где-то на 3-700, где-то вот так вот. Три дня прошло. И мне самой неудобно спрашивать. Думаю, ладно. Я поэтому, друзья, домой, я не знаю. Я в гости сама не люблю ходить. И когда гости ко мне приходят, не люблю. А дни рождения вообще не люблю. Вот на Новый год тоже, когда вот этот, не люблю вот это. Я вот прошлый год только мама на Новый год у меня же была уже. Вот дети на Новый год приехали, ну, там, им надо и побегать, и внучка, там, подарки, мадарки. Потом легли спать. На улице постояли, вот салют посмотрели, там, запускали. Потом домой зашли. Легли спать всю ночь, вот, от выстрелы. Утром встали. 1 января люблю, я сказала, спокойно. Дети спали, пошла. Достала салат с чашками, прям с чашками свой салат ела. Торт был тот. Ложкой сидела и ела. Новый год, друзья, мама в 9 легла, обычно ложится, когда у себя до дна жила, она, говорит, в 9 часов в 6 покушай, до 9 телевизор посмотрю, говорит, выключаю, ложусь спать. Мама там шапочку надевает, ей там не слышно выстрелы, но в городе там не так сильно. А здесь частный сектор, кажется, всего два раз стреляет. Поэтому не люблю я Новый год. А когда гости на Новый год собираются, это естественно, даже если гости не приходят перед Новым годом, знаете же, салаты, молата, окорочка, покорочка, вот это все надо готовить, накрывать на стол. Потом, когда уже за стол садишься, уже и напробовался всего, пока салат крошил, наелась, и устанешь, и уже не рад. А если гости, то это, когда уже все завалят спать, надо убрать, чтобы не прокисло все, всю холодинку убрать. И уже праздник не в радость, устаешь, как собака. А если еще гости остаются с ночевкой на утро, это рано утром вставать, чтобы там посуду прибрать, на стол накрыть, накормить, потом ждать. Не скажешь, все, давайте да по домам. И вот ждешь, когда они все разъедутся. Там уже и обед, опять застолье, опять посуда. Я, не знаю, друзья, я вот такая домоседка, домашняя. И по гостям, ну, когда вот уже иду туда, куда уже, ну, неудобно было бы не сходить. И то, потому что по себе сужу, без вежливости приглашают, а потом там, я спокойно люблю. Даже если вкусняшки приготовил, покушал, пошел, поработал, полежал. Хочу, не знаю, насколько мне хватит, хочу взять книги, поперечитывать. Давно у меня кто-то спрашивал, какие книги читаю. Я вот некоторые книги за всю жизнь, наверное, несколько раз перечитала. Я вот Плаху люблю, Чингиза Тьматова. Там в книге пишется, что советский писатель. Это вот киргизский писатель. Но в советское время не писали, вот киргизский писатель, там это. Ну, а в автобиографии писали, что с Киргизстана. С Киргизстана, сейчас Киргизстан. Вот советский писатель, Плаху. Каждый раз перечитываю и каждый раз плачу. Когда волчица Акбара, по-моему, Акбара волчица была, ребенка, сына охотника забрала, убили ее волчат. И она потом украла ребенка. Всегда плачу. Вот Плаху всегда читаю. Потом Материнское поле читаю. Потом, знаете, в советское время тоже узбекский писатель, по-моему, был. Фамилию не помню. Уходили добровольцы. Старая-старая уже замасленная книга. Это, по-моему, кто-то мне дал. Такая в картонной переплете такая. Уходили добровольцы. Там рассказы, роман и рассказы. Хорошие. А потом я еще была девчонкой, еще не замужем. В то время сдавали макулатуру и покупали книги. По плату, там не по плату. Мама покупала книги. И вот я прочитала, девчонка еще, прочитала эту книгу. Автора, конечно, я не помню. Но я помню название. Торговка и поэт. Там суть такая была. Война началась. В каком-то оккупированном городе, по-моему. И вот женщина там, то ли в магазине она работала. В общем, она затарилась продуктами в подвале, ну, в доме. И потом я не помню, то ли раненого она подобрала, то ли... В общем, у нее жил мужчина. Вот, если по названию. Торговка и поэт. Я вот, правда, ее... У меня книги-то нету давно. Но почему-то, мне кажется, я хотела бы почитать. Надо в интернете посмотреть. Сейчас я аудиокниги есть. Торговка и поэт. Помнишь, что мне тогда сильно понравилась эта книга? Вот. Плаху с удовольствием читала. Потом я любила очень писательницу. Вот, по-моему, в прошлом году российская писательница. Она умерла. Екатерина Вильмонт. Ну, некоторую книгу, аудиокниги читала, слушала. Вот, даже здесь. Там говорили, некоторые называют Екатерина Вильмонт. Я бы некоторая Вильмонт. По ее книгам писали. Фильмы снимали. Вот, Мария Шукшина там снималась. Курица в полете. Потом все бабы дуры. Все мужики-козлы вот такие. И читается вот такая книга толстая, но там шрифты крупные. И не знаю, я вот у меня все книги, все, как я издала, я все прочитала. Единственное, недавно, наверное, в прошлом году аудиокниги посмотрела. Там пару книг, которых я не нашла в свое время. Уже сюда переехала. Я на аудиокниги их перечитала. Переслушала. Ну, она там еще детские рассказы писала. Ну, детские как-то не зашли мне. А вот писала, знаете, вот, ну, прям про женщин, про женщин. В основном про одиноких, там, разведенных. Ну, вот, заходит книга, знаете, вот прямо ляжешь, за один вечер такую толстую книгу. Я книги глотала. Я говорила же, в госпитале когда ложился на 10 дней, я брала с собой 10-11 книг. От корки до корки читала. На процедуру сходишь, ляжешь, читаешь. Потом опять на процедуру сходил, на обед сходил. Перед тихим часом почитала, поспала немножко. Потом опять встала до ужина, почитала. Вот за день книгу читала я. Газеты очень любила, друзья, читать. Вечерку, Комсомольскую правду, Казахстанскую правду, Аргументы, Факты. Вот, Спидинфо, такие газеты. А сейчас вот в город выезжаешь, старые, старые там какие-то газеты. Вот, давнишник, кто не берет. Ну, не знаю. Новости можно, конечно, по интернету читать. Но сам факт, я не знаю, как вам объяснить. Как говорят же, любят, женщина любит ушами, мужчина глазами. Вот я люблю читать. Даже вот раньше открываешь газету в советское время. По пятницам в вечерке программа передач была для телевизора. И вот очередь выстраивалась, две копейки стоила газета. А в такие дни всегда, каждый вечер вы приходили там недалеко от дома. Там на автостанции газетный киоск был. За вечеркой очередь была. В очередь стояли. Вот покупала сразу вечерку, Комсомольскую правду. Меня родители всегда ругают, говорят, зачем тебе столько много газет. Вот любила газеты читать. Сейчас нет, нет, когда выезжаешь, кроссворды покупаешь. Вот они дома лежат. Но кроссворды тоже люблю. Правда, сразу не могу разгадать. Открываю страницу, все, что знаю сейчас. Нарисовала в другую страницу, все, что знаю. И потом лежит этот кроссворд. Потом, когда делать нечего, опять открыла, уже там, где не знала. Раз смотришь, оказывается, это знаю. Раз написала. В общем, на долгом не хватает. Сканворды, кроссворды. Но это не сравнится с газетой. Мне нравилось газеты читать. А утром просыпаешься, я новости, этот, гугл забиваю, открываю. Новости так прочитаешь, там, листаешь, там, фотографии, там, не то. Кто меня понимает, тот понимает. Вот люблю читать. И вот я сама заметила, что вот вечером ложусь, правда, ложусь на комментарии, отвечаю, там, да, сколько. Вот не верите, по два, по три часа. Раньше прямо иногда бывает, что полностью прям текстом пишу. Иногда вот сердечки ставлю, иногда вот просто спасибо ставлю, пишу. Вот. И потом уже фильм смотришь, а фильм, это там, один закончится, второй начинается, и как зараза. И вот я вчера вечером лежала, думаю, я сегодня ночью вообще не спала. Там мысли, 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 мысли. Потом встала уже, четыре часа на улицу сходила. Собаки на меня такими глазами посмотрели, что-то шаришься ночью. И легла, уснуть не могла потом без четырех, где-то в пяти часам уснула, в шесть стало. И вот тогда подумала, думала, надо, наверное, завязывать по ночам, смотреть телевизор, о, этот, телефон, надо взять книжку. Раньше ложилась, лежа читала, правда, лежа, когда за столом кушала, читала. Особенно лежа люблю читать. Сидеть долго, спина болит. Думаю, надо взять книги. Ну, я эти книги, у меня Вильмонт, уже зачитанные до дыр. Одно время Дарью Донцову брала. Ну, там чисто такое развлекательное. Тоже книжки покупала, у меня здесь есть. Вот. Потом одно время на... Татьяну Устинова, по-моему, на нее подсела. Ну, я, знаете, я не люблю такое. Отделать нечего. Интересное, конечно, у меня в конце уже развязка там интересная. А так я вот, вот, например, Агату Кристи, такого плана произведения, я не любила. Что, знаешь, читаешь, и мозги напрягаются. И вот сам по себе думаешь, кто это, кто убил там, кто это, это кто, кто произошел. Не люблю такое. Одно время брат у меня фантастику любил читать. У меня фантастику так. В детстве. В школьный год я любила сказки. У меня разные-разные. Грузинские сказки, казахские сказки, русские сказки. Там сказки народов СССР у меня книга где-то была. Любила сказки читать. А вот так, если посмотреть, в сказки почитаешь, это же жизненно, из жизни берется. Как вы, помните, говорили, сказка ложна, в ней намек. Добрым молодцам урок. Сказки любила читать. Поэтому Дарью Донцову одну покупала. Они маленькие такие книжки, разовые. Они у меня дома лежат. Потом там тоже из этой серии женские романы читал. Там есть такие хорошие писательницы. Ну, там рассказы. Я люблю романы читать. Потому что рассказ, начнешь читать, она раз, рассказ закончится. И вот, знаете, какое-то неудовлетворение получается. А роман, когда долго читаешь, там, вникаешь, вот это вот все. Я люблю читать книги, романы. Потом, помните, наверное, одно время в такой блестящих обложках, красивые, там, иностранные журналы. Там все про любовь, там, парень, девушка обнимает, там, что-то, что-то вот такое все. Там прямо сцены описываются. Он обнял, она там, вздохи, ох и ахи. Вот, кстати, вот это не люблю. Вот. Потом, поющий в Терновнике, много раз перечитывала. Вот. Поющий в Терновнике. Потом еще какую книгу я люблю перечитывать. Что-то подзабыла уже название. Ну, вот мне Чингис Айтматов прямо сильно нравится. Вот насколько... Вот насколько он владеет пером. Проезжай. Вот. Все с барахолки, наверное, едут, не знаю, или с города возвращаются. Видите, как ползем. Ладно, друзья, буду разбивать на ролики, потому что там болтала, там болтала. Здесь уже вечером буду, наверное, поздно скину. Давайте, мои другие. Ваш изинаш.